А ты что туда сел? Вот садись сюда. Сюда садись. За стол садись. По-моему, мы закончили первой главой послания апостола Гимлянам 12-13 стих. То есть, утешиться с вами верою общую, вашу и моею, не хочу, братья, оставлять вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. Сестра здесь сейчас нам предлагает вернуться к прошлому занятию. Может быть, в этом есть смысл, поскольку это будет как бы мостик от предыдущего занятия. А там брат Николай поднимал вопрос о духе. В каком духе? Что значит поклоняться? Поклоняться в духе, да? Что поклоняться в духе? И сестра нам может из тома «Открытым оком» рассказать на этот вопрос, да? Да не я рассказать, а я вот, когда в прошлый раз говорили о духе святом, как он, о полноте духи святого в церкви. Но вот, а как, например, человек обратился, он же еще, он не православный, человек обратился, так там-то какой дух действует? И вот этот вопрос был освещен вот в 24-м томе «Открытым оком» Игнатий Тихонович, беседа его с баптистами. И он там, я сидела так, думаю, где-то я уже встречалась с этим. И я дома, я вспомнила где. Я вот подняла этот 24-й том и нашла. Это с диктов... ну, с катушек вот было записано сюда. И там в беседе с баптистами он как раз вот отвечает на этот вопрос. Если интересно, то можно прочитать. Ну, не все, конечно. Ну, я выбрала... беседа большая, она тут много. Но я вот конкретно вот по этому вопросу только посмотрела. Я сейчас, может... Вот, баптист, у меня вопрос о преломлении хлеба. Вот этот вопрос тоже интересный. Оно как бы вот отсюда даже и начинается, вот о Святом Духе. И Игнатий Тихонович отвечает. Преломление хлеба, когда совершал Христос, накормивший 7 тысяч, так и написано, Марка 8, 6. «Тогда велел народу возлечь на землю, и взяв 7 хлебов, и воздав благодарение, преломил, и дал ученикам своим, чтобы они раздали, и они раздали народу». Это была цитата. «Хлеб остался хлебом». Тут уже комментарий идет. «Хлеб и остался хлебом». А дальше он опять, Марка 6, 43 говорит. «И набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. И собрали куски хлеба». Он подчетливает, автор. «Но когда наступило время вечери, взял хлеб, благословив, преломил, и уже раздавал не хлеб, а тело». Раздавал тело. Там он и хлеб раздавал, а тут, видите, совсем уже не хлеб, а тело. Матфея 26, 26. «И когда они ели, Иисус взял хлеб, и благословив, преломил, и раздавая ученикам, сказал, «Приимите, едите, сие есть тело мое». Тело. И всегда у него было тело в церкви Христовой. Недавно с одним кощунником разговаривали. Был православным, пришел к баптистам, потом он еще ходил, ходил, и сейчас он уже даже название, не знаю, какие-то еще совершенники есть. С именниками вместе там какой-то перекресток у них был. Союз над всем абсолютно христианством издевается. Дошел до этого. Но когда я спросил его про этот самый вопрос, он ответил, предмет зело свят, боюсь говорить. Вот даже кощунник только боялся на этот вопрос отвечать. Зело свят. Оказывается, есть еще у него некто, одна, секта одна такая как-то. Оказывается, есть еще у него одна какая-то грань, у этого Николая Несторовича, какая не совсем еще вычеркнута Богом. Есть предмет, о котором боится говорить в кульном тоне. Так вот, в настоящее время этот вопрос перед вами прямо ставится. Ведь едите хлеб, вы пьете вино. Вопрос стоит. Думаете, что что-то есть? Думаете, конечно. Но даже в братском вестнике, в кавычках это видно какое-то название, в ваших листках подробно описывается, что это всего лишь символ, это всего лишь воспоминание страданий Христа, напоминание голговских страданий. Так если ничего здесь не происходит, то мы здесь без пресвитера в любой день можем совершить. Также воспоем, взойдем на голгову, мой брат. О, посмотри на Иисуса и преломим хлеб, раздадим, выбрав из себя любого. И так же все будем делать. Оказывается, ничего и не будет. Хлеб остается хлебом. Для того, чтобы совершилось так, как должно, то есть, чтобы принести эту бескровную жертву, должен быть рукоположенный пастырь. Так было всегда в Церкви Христовой. Если этого нет, то есть, нет пастыря от апостольских времен. То есть, нет пастыря от апостольских времен. Остаетесь при хлебе и вине, а едущий хлеб сей умрет. Иоанна 6, 50. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. То есть, с небес сходит. Они от самозванцев. Иоанн 6, 53. И Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. И 1 Коринфянам 11, 27. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господнюю недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. И здесь подчеркнутый автор, прям подчеркивает эти слова. Баптист говорит, вы говорите о священстве, что идти в храм православный или куда-то, хотя бы свечку пожелал поставить, значит, у него что-то в душе говорит о божестве, да? Игнатих отвечает, да. Да, баптист. Только вопрос, с какого побуждения это делается, Игнатих Тихонович? Страх какой-то есть, баптист. Им, например, вы говорите, что мы, или, например, вы говорите, что мы могли бы рассказать, сколько можем. Как вы вообще понимаете, в таком случае, церковь баптистского убеждения, и дальше многоточие, Игнатих Тихонович отвечает, рассматриваем их, как при проповеди Филиппа в Самарии. Когда люди уверовали, необходимо было прийти еще апостолам и возложить руки, чтобы сошел дух. Многоточие дальше видно, он прослушался. Дьякон их перекрестить-то перекрестил, но Духа Святого не преподал, испытывая страх Божий, а он испытал руки на обращенных не были варанее. Я не все сюда бросила, по-моему, все-таки. Маша. Маша. Сейчас, прижму бумагу. Я все. Останя пачкать, и тебе будет. Читайте. Будем читать? Читайте. Молодухи как раз сейчас только дошли до этого. Вот только до Духа. Дьякон их перекрестить-то перекрестил, но Духа Святого не преподал, испытывая страх Божий, а он испытал руки на обращенных не возлагает. А он испытал руки на обращенных не возлагает. Сегодняшние крестители и руки возложат, и так сумеют убедить, что и Духа Святого якобы получили, и все дары на тебе есть, и крещен ты уже Духом Святым, и ничего больше. не ищи. А вот Филипп это не сумел сделать. Крестить-крестил. Люди обратились к Богу, но у них было далеко не все в порядке. Они еще не были Божьими. Деяние 8, 8 глава, 4-й, на Рубистии. Я цитировать не буду, можно на него посмотреть. Да, слушайте, на меня не смотрите. Апостолы даже не рассуждали. Они медленно посылают туда делегацию в лице верховных апостолов. Почему? Они понимали, что руки благодати находятся в городе. Другим путем они не могут получить Духа Святого. Приходят и ни о чем не спрашивают. Ни об их убеждениях, ни о святости их жизни, но сразу же выглагают на них руки. И все крещенные диаконом Филиппом получают Духа Святого. За вашими крестителями нужны еще такие, чтобы могли руки возглагать. Чтобы этого не было, должны получить их положение от апостола. Люди обращаются, это благодать. Что люди обращаются, это благодать Духа Святого. То есть это действует. Когда люди обращаются, там благодать призывающая, обращающая, освящающая. И вы скажете, а может быть тени, которые были пьяницами? Допустим, все это пьяницы, все эти пьяницы сидят у себя души. Сегодня люди обращаются к Богу. Да, кто-то привел к состоянию. Но это обращение было возглавлено через Слово Божие. Слово Христа живого и действенного. Слово Христа, а не наше искусство. Артист любой, который говорит по радио, неверующий совершенно, ничего не признающий, а ты заплатил ему тень, и скажи, вот эту проповедь хорошо начитай, и начитанное им подействует не хуже, чем если Яра Пестина читает. Даже вот он просто артист не читал, она может оказать тоже какое-то воздействие. Да, само слово через слово устали. Не хуже, чем Яра Пестина читает. Протичим ее теперь по всему Союзу, и тысячи людей будут скрыться. Не от того, что на нем на чтец что-то особое. Слово Богу и вся благодать. может совершить его преломление. Преломление и ангел не может, и никто не может, кроме священства, поставленного на это, то есть пресвитера или епископа. Так что на баптистах мы смотрим как на приводящих к первой ступени. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Они до этой ступени доводят совершенно правильно, а дальше креститься. Кто будет веровать и креститься? Креститься вопрос. тут у них сразу тупи. Все, что вам здесь сделали, все приемлемо. Понятно на русском языке? Да и аминь. Ставим вас выше. Показывайте пример. Свидетельствует пред священниками, перед архиереем, дружите между собой, поете бесплатно. Да и аминь. Живете вы чисто, не курите, не пьете. Общество требуется. Прекрасно, все хорошо. Любите Библию, Слово Божие, можно только позавидовать. Благодарение Богу, что есть люди, которые, как вы, любите Слово Божие. у вас нет ничего в этом плане худого. Мы все принимаем. Делайте нас это. Делайте нас это. Не случается. Вот наступило время вечери. Мы спрашиваем, откуда это у вас? Они не обожгутся. А кому кто у нас? А этому кто вас научил? Вы кому подражаете? Вы вторгаетесь как дофан, аверон и корея недосягаемая. Вы не священство. Вы обыкновенные простолюдины. Кто вам дал на это право? Пример. Вот приезжает президент баптистов в Европу и в Новосибирске у этого нас было. Они пришли в какое-то молитвенное собрание. Они были приглашены в православную церковь. И священники православной церкви с ними были вместе как делегация. И вот в это время баптисты рукополагали как кого-то видимо пресвитера. Когда они стали рукополагать, то эти самые члены которые от баптистов они также наложили руки на голову стоящего на коленях баптиста. И там был один корреспондент из шведской какой-то компании и русские старшие пресвитера ему маячат. Иди сюда ногу. Руки возложи тоже. Русский это язык они не понимают. Но жесты мы все одинаково понимаем. фотограф показывает жестами отмахивается что к этому делу никакого отношения не имеет. Но сфотографировать может. А это мол не знает. Они же настойчиво так ему машут. И Дима тогда он идет к ним и он также сверху положил руки. Православным священникам не надо было ничего рассказывать. Мы говорят они поняли что у них это лишь детская игра и ничего в этом сакрального и святого они не не видят. Любой подходи хотя бы и переспондент. Я не священник но он маячит не имеет значения иди сюда и мы можем и можем и ты положи может быть так за границей больше святости и сюда что-то перепадет вот и все. Но там как раз святости меньше всего они сейчас надеждой смотрят на Россию ибо в России Голгофа раз в России Голгофа тут и вот все надо даже дать и они в другом месте все принимаем кроме того что вы начинаете делать во время вечернии это слишком близко шевелишься села ну зачем ты всех пугаешь ты живишь один за другом взлетает нужды нет никакой я думаю что они никогда не взлетали там никто не садился никогда всех распугало теперь их не собрать не садился не садился не садился не садился не садился а рамку и машет все до одного полетели и что там дальше заканчивается доказать не надо никогда этого не было не садился не садился не садился не садился не садился и они сядут на стол не садился не садился не садился вот уже почти все да вон один сидит один залез туда займут один там да пусть сидит ну ладно занимайтесь успокойтесь сейчас отслетит ну конечно все что сестра прочитала мы как бы об этом уже знали и слышали еще раз это подтверждение тех слов которые мы уже слышали то есть дух Божий дышит где хочет и мы говорили уже об этом неоднократно что есть благодать призывающая благодать обращающая и благодать освящающая чего нет у сектантов у них нету третьей ступеньки нет освящающей благодати об этом мы знали и сейчас еще раз об этом прочитали я думаю что нам надо вернуться к тексту который мы в прошлый раз изучали закончили мы 12-13 стих первой главы послания апостола римлянам сейчас что она считала сестра она прочитала отрывок беседы православного с баптистами с баптистами 24-го итак послание апостола павлом первая глава 14-15 стихи оттолкование короткое сам стих читаем я должен и еленам и варварам мудрецам и невеждам итак что до меня я готов блогерствовать и вам находящимся в Риме мои голуби хорошие и это есть дело скромности это оттолкование уже и это есть дело скромности я говорит не милость какую оказываю но исполняю помиление владыки и вы должны благодарить бога ибо он благодетельствует а я должен то же самое сказал и коринфянам воля мне если не благодетствую 1 коринфянам 9 глава 16 стих поэтому я готов вам проповедовать хотя бы перед глазами были опасности такова была ревность его о Христе хорошее мой голод то есть если вернуть к самому тексту я должен и еленам и варварам мудрецам и невеждам точка вот такой стих первый это 14 стих я должен все что должен дальше уже понятно что и так что до меня я готов благовествовать что должен делать благовествовать должен и вам находящимся в Риме а почему должен потому что это поверение идет у Христа что любопытно я сейчас когда читал эти строки и толкование и сам стих то у меня возникла такая мысль рассудите правильно или потому что думается у меня вот когда говорят а вы не апостолы потому что там говорилось идите и проповедуйте всему миру Господь сказал когда возносился на облаке в момент вознесения он сказал такие слова идите и проповедуйте всему миру апостола Павла там не было с ними не было он стал апостолом после того как его Господь обратил уже когда он явился к нему а к нам Господь является когда в момент крещения когда мы рождаемся с Вами даже как апостол Павел родился поэтому это обращение непосредственно и к нам если оно было обращено апостола Павла если мы признаем его слова святыми и истинными вот такая мысль у меня пришла вот это Господь просто сейчас вот просто принял такую мысль я продолжаю тот диалог который начал был там в этом храме с присутствием Максима да правильно далее 16 стих ибо я не стыжусь благовествования Христова потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему во первых иудею потом и еду еще раз внимательно читаем этот стих ибо я не стыжусь благовествования Христова вот вначале сами послуждаем потом почитаем как говорит нам блаженный петелок болгарский ибо я не стыжусь благовествования Христова то есть стыдиться этого благовествования никак нельзя нам если уж апостол Павел не стыдится а мы-то должны подражать Ему как Он Христу Он всегда нас призывал подражайте мне как я подражаю Христу потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему во первых иудею и потом и Елену то есть когда мы благовествуем в этом благовествовании есть сила Божия когда мы обретаем эту силу Божию а если мы не благовествуем значит мы не имеем вот из этого стыда какая последовательная логическая цепочка римляне слишком привержены теперь токолание степелакта болгарского римляне слишком привержены были к мирской славе а Павел должен был проповедовать Иисуса претерпевшего всякое бесславие Иисус претерпевшего всякое бесславие и римлянам естественно можно было стыдить что такое спаситель как бы что же это за спаситель который бесславие принял не славу а бесславие наоборот но апостол Павел говорит что я не стыжусь и призывает подождать ему то чтобы не стыдиться поэтому говорит не стыжусь научая между прочим и их не стыдиться потому что и он не только не стыдится распятого с большой буквы распятого Христа но и хвалился и величался им кроме того поскольку они надмивались мудростью то я говорит иду проповедовать крест и не стыжусь того ибо он есть сила Божия ко спасению есть сила Божия и в наказание так Бог доказал силу свою египтянам наказав их есть также сила в погибель как сказано бойтесь того кто может погубить гиенни Матфея 10 глава 28 стих и так сила Божия может быть к чему ко спасению к наказанию и в погибель и в погибель значит ко спасению наказание и в погибель наказание это здесь в этой жизни интересно как бы мы говорили всегда о благодати всех ступенках и здесь сила Божия как бы для наказания то есть она в чем может проявляться ну во первых ко спасению если ты ее признаешь и следуешь за Павлом подражаешь ему не следишься и проповедуешь истину Христову то это будет сила Божия ко спасению если же ты этого не делаешь Господь может тебя наказать так же как он наказывал египтян он наказывает и христиан которые здесь не выполняют волю Божию не проповедуют в том числе тоже и не хотят приносить жертву угодную Богу жертву общительности наказание будет наказание за грехи конкретные малые большие грехи сила Божия в наказании а сила Божия также и в погибель гиене огненной потому что если не покаялся если оставил какие-то грехи сокрытыми от Бога а закрыть их невозможно значит будет сила Божия проявлена в погибель интересная мысль да? и так что я Павел и так что я Павел проповедую то содержит не наказание не погибель но спасение кому? всякому верующему ибо благовестие служит во спасение не просто всем но приемлющим оноем вот интересно у меня возникала мысль сейчас этот вопрос я поставлю может быть вы ответите на этот вопрос у меня возникает мысль в чем разница между этими двумя словами проповедовать и благовествовать можно? да проповедовать это общее слово которое говорит о том что человек какие-то свои дели высказывает слух для других людей а благовестие это нести благую весть именно о спасении конкретном да если мы о проповеди заговорим не о каких-то там теориях дарвина или еще о чем-то а конкретном о спасении вот еще один богослов пришел вопрос поставлен что разница в терминах в слова проповедовать и благовествовать и Александр он пытается объяснить я добавить к тому что Надя сказала благовестие это отнести благую весть Христа распятого и воскресшего а проповедь она может нести определенную тему это беседа на определенную тему проповедовать можно хоть кого хоть кого да она несет определенную тему хоть Карла Маркса а благая весть только Христа касается не хватает у нас Сокольского Валерия вот так молчу но иногда он выступает от словаря далее но правильно сейчас я объясняю потому что здесь когда он говорит апостол Павел он говорит и до проповедовать и дальше крест то есть в этом сила Божия крест то есть тема конкретная слова нужно вникнуть благовестие благая весть то есть говорить благую весть какая это весть весть о Христе о Евангелии а Евангелии благая весть но с преувеличением ветхого завета можно говорить о Христе то есть для христианина проповедь она должна непременно содержать слова о спасении о спасении о Христе на котором был распят Христос это благая весть это будет совокупность и проповедь и благовестие а проповедь если не их слово там ведение познание проповедь может быть это даже одно и то же и есть одно и то же когда ты говоришь о Христе тогда это будет проповедь о Христе то есть это одно и то же будет ну как бы понимаешь проповедь более расширенная потому что ты говоришь ты говоришь о какой-то конкретной теме которая приводит ко спасению через что и начинается уже конкретное благовествование ты говоришь о Христе о его спасении, о его жертве. То есть это как раз о благой вести. Если высказывать о выступлении, о какой-то речи, говорит это слово или речь, или выступление какого-то человека было. А когда говорим проповедь, это сразу представляется священник с бородой в церкви. Вот когда мы ходим по улице, мы проповедуем или благовествуем? Я думаю, это одно и то же. Ну, опять же. Я не думаю, что это одно и то же. Когда мы идем по улице, когда мы идем в деревнях, мы проповедуем или благовествуем? Мы благовествуем. А проповедуют все. Проповедуют мусульмане, битлеры, все. Они проповедуют и говорят слово, которое из уст на доносит это другое. А благая весть только от христиан идет. Благовествовать могут только христиане, притом только православные. Баптисты все, они это только на одну ступеньку показывают. Христос умер за нас. Я вот думаю, я обратился в 62-м году. Тогда мне необходимо было узнать толкование святых отцов. И встречаясь с баптистами, мы беседовали, я вам привожу местописание такое. Как и понимать? Сегодня ничего не надо, они не хотят слышать. Вообще. Они решают как с позиции сил. Американцы решили Либию разбомбить? Разбомбили. Французские самолеты бомбят кто? Государство, член ООН. Оно ни в чем не виновата. Так и эти. А православные вот такие. Я говорю, вот местописание, без всякого прикословия, меньше благословляется большим. А какие они больше, да кто их знает? Я говорю, рукоположение было. Да зачем она нужна, когда главное сердце Бог смотрит, а сама вышла в одной майке, только в трусах. Я говорю, ты хоть оденься, прилично. Зачем мне, за меня Христос умер? Он смотрит только на внутреннее. Да когда вдруг люди смотрят, зачем ты эти леса грешные показываешь-то? Ты оденься как прилично. Смотри, даже ваши баптисты некоторые, не надо мне, это не все знают то, что самое главное я храм. А храм это не с одежды, а храм это тело, и Христос его любит. А ты Христа и по Христу показываешь, зачем ты в интернете-то показываешь-то? Ты еще встань на карачки, как все это делают, покажи, чтобы храм-то твой был более привлекательный-то. Что-то прямо стоишь-то, без закуски. Ну, тогда я мог беседовать. Сегодня я не могу беседовать, он ничего не принимает, я спасен. То есть большего обольщения сатана не мог придумать. Писания вообще нет, он идет рукой по лбу, по лбу, по лбу, а они падают все. Он Библию в руки вообще не берет даже. Или Лидияев вот когда кричит, он рот разевает и орет, а-а-а-а, люди падают. Он опять, а-а-а, так руки растопырит. Библии вообще нет. Это 50-ники? Да, харизмат. Это такое идет бесовство, что в аду, наверное, такого не было. И все это во имя Христа. И Христос сказал, многие придут под именем моим. Вот это и есть. То есть мне говорят, у тебя такой опыт, я 50 лет занимаюсь миссионерской работой. А могли бы их обратить? Нет. Корея, Дафана, Аверона никто не мог обратить. Иуду никто не мог обратить. Ему приготовлено место, он туда идет. Он прописан в аду. И земля развернется и их поглотит. Не будет их здесь. Ну а как ему доказать? Зачем тебе доказывать, когда он приговоренный-то? Проклят, то меч Господень удержит от крови. Забудьте. О нем молиться можно. Молиться можно только как? С извинением, Господь. Если можно, останови это безумие. Это беснование. Вот у меня сейчас в друзьях 1800 человек. Я набрал за это неделю. Ну раз больше можно посылать. Ну и прямо раздражается такой руганью. Говорит, я верующий, то другое. Там один под игумена играл. А начал такими матерками прямо гнать. И доказать я ему ничего не могу. Я ему выставил места. Он не принял, я его закрыл. И все, на этом конец. Он начинает хулить. Я его черный список кинул. Пошел дальше. Он не предназначен к спасению. И его ни одной, нигде, даже нет извельники на то, чтобы остановиться, помолиться. Что такое кротость, смирение. Он не знает. Любая женщина. Я гляжу, вы не такие. Ну как путешествие пилигрима. Госпожа слепота. Говорит, я вижу. Ты подлый человек на христианина. А сама имя ее госпожа слепота. Вот. Ну она в образах, в аллегориях показана. Так и здесь. Сколько бы ты ни пытался. Да для себя ты это знай. Возвестил, больше от нас не требуется ничего. Нельзя доказать. Им церковь не нужна. Понятия о церкви никакого нету. А где двое или трое, там Христос. С чего ты это взял, что там Христос? А где церковь была? А она вся заблудилась. Ну заблудилась, значит ее не было. А Христос говорит, врата ада не одолеют ее. Врата ада не одолеют. Вы хуже ада. Ад не может. А вы побеждать пытаетесь. Вот так. Для себя я все-таки, поскольку я задал этот вопрос, он у меня возникал. Я сегодня в результате нашего обсуждения думаю, что можно сделать такой вывод. Что проповедовать это слово более обширное, более значимое, которое может включать в себя и благовестие в том числе. То есть, если христианин проповедует Христа, то это и есть благовестие. Они сливаются как бы в одно. То есть, если ты говоришь какие-то свои слова, как это мы иногда слышим и от священников, он говорит свои слова, и красивые, которые похожи на речь членов КПСС в советское время. То это проповедь какая-то, получается, проповедь марксизма, ленинизма и еще чего угодно. Но не благовестие. А для христианина эти два слова должны быть слиты. То есть, ты проповедуешь одновременно, говоришь о Христе и приводишь ко спасению. Тогда это и будет благовестие. Вот мне на память пришло место, но я не могу сейчас его проверить, когда обвиняют Павла, что он проповедует, по-моему, о чужих божествах. Там слово проповедует стоит. Афиняне. Афиняне. Вот надо посмотреть, точно ли там стоит слово проповедует. Если там стоит слово проповедует, то вот это определение правильное. Не проповедует, а говорит. На этом нацикле он западет. Не надо, потом посмотрите. А как это? Я не знаю, да. Так. Проповедует, то содержит не наказание, не покипель, но спасение. Кому? Всякому верующему. И в благовестие служит во спасение не просто всем, но приемлющим оноя. Во-первых, Иудею, потом и Елену. Здесь слово, во-первых, означает первенство в порядке, а не преимущество в благодати. Иудея не должна предпочитать, потому, будто он больше получает оправдания. Он только удостоился получить оноя прежде. То есть раньше. Да. Почему слово, во-первых, выражается только в первенство в порядке речи. Ну вот такое толкование на этот шестнадцатый стих, которое приведено в этой книге по севератскому болгарскому. Семнадцатый стих. Цитируем. Послание Римлянам, первая глава, семнадцатый стих. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано. Праведный верою жив будет. Сказав, что благовесть... Ну это уже толкование начали читать. Еще раз прочитайте. Может быть возникнут какие-то вопросы? Прочитайте. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано. Двоеточие. Праведный верою жив будет. От веры в веру, да? Да. На этой неделе у меня тоже был случай. Ты переходил от веры в веру? Получительный для меня случай. Мне мой напарник, паренек, баптист, хороший человек такой. Так, резкие движения, Нина, не делай, ты рядом сидишь. Он мне... Мы заговорили с ним о рукоположении. Вернее, начали сетовать они, что он перешел к определенным баптистам и начал сетовать на то, что у регистрированных там идет разделение. То есть группа за группой выходит отрегистрирование. Отрегистрированный баптистов. А вот у отделенных нет. А я ему говорю, так это же нормально. Это вполне логический процесс. Те ребята, которые... А почему они уходят? Да вот, говорят, там брюки нельзя носить, краситься уже нельзя. Их это не устраивает. А в регистрированных еще пытаются запрещать. Поэтому они берут и уходят. Я говорю, так они, ваши регистрированные, просто отстали от жизни. Парням дайте свободу, нормально жить-то, а? Ну уже все ходят, женщины в брюках. Ну пора, пора. Чего вы застряли так, как старые пни? Регистрированные. Он такой, а в смысле? Я говорю, ну... Очень все просто. Я говорю, посмотри на баптистов начала 20 века. Бороды, все. А ваши баптисты, вот эти регистрированные старцы, бритые такие, с галстучками стоят. Ну все. То есть в свое время они тоже восстали против этого режима. Ну что, как в прошлом веке-то ходить с бородами там, в поясках. Давайте нормально одеваться, как все. Пиджаки оденем. Вот ваши старцы одели. А теперь постарели, теперь уже сетуют на молодежь. А молодежь такая же прогрессивная, как и они были в будущем. Они должны не сетовать на них, а наоборот благословлять. Вот мы в свое время были новаторами, а сейчас мы уже устали быть новаторами. Идите вперед, отделяйтесь. Он такой послушал. Ну да, говорит, старцы, наверное, уже устарели в новаторствах. Молодым давай дорогу. То есть он поддержал мою мысль, он понял, что я ему сказал. Ну а потом разговор зашел. Я говорю, точно так же, я говорю, о рукоположении. В баптистах нет рукоположения, поэтому вот этот процесс вполне нормальный. Вот что ты сетуешь? Я говорю, отделенные ребята подсохли. А вы-то новаторы, вы должны наводить вперед и регистрированные идти. Потом он мне вечером делает ссылку. И радостный такой, Игорь, я тебе ссылку даю. Обязательно приди. Оказывается, у баптистов есть рукоположение. Он мне говорит. Ну я такой был занят немного, думаю, ладно, приду домой, посмотрю, откуда оно у них взялось, это рукоположение-то. Все, говорит, четко, законно, как ты говорил, есть. Я открываю статью и для себя почерпнул важный материал, очень, для себя. И прихожу и радостно говорю, Алексей, я тебя очень сильно благодарю за эту статью. Он такой, думаю, что такое? Опять какой-то подвох. Я говорю, я еще больше убедился в гибельности баптизма. То есть, отличная статья. Я говорю, я прочитал ее очень внимательно. Оказывается, для меня факт интересный. Джон Смит, основатель баптиста. Джон Смит, основатель баптиста. Это известный факт. Говорилось на словах, часто я слышал, он сам себя рукоположил. Факт этот, нет, я не увидел доказательств этого факта, что сам себя он рукоположил. Но то, что сам он себя крестил, этот факт об этом муссирует. Ну, может быть, и рукоположил при всем при том. Но просто баптист пишет эту статью, девушка баптистка, и она, может быть, не обращала внимания на факт рукоположения. Ее больше интересовал факт крещения. Но вот Джон Смит сам себя крестил. Оказывается, он был англиканским священником, рукоположенным. Как уж там он был рукоположен? Были ли англия, они вообще рукоположение сохраняли или нет, я точно не знаю. Но они вот придерживаются более-менее таких традиционных понятий. Он был англиканским священником и начал искать Бога. Он был неудовлетворен. И вокруг у него был друг Томас Хелвис. Томас Хелвис, юрист. И они вдвоем решили отделиться от этой англиканской церкви и создать группу истинно верующих людей, читать Библию, молиться и все собрание. Отделились. Их начали гнать. У Хелвиса жену арестовали, их начали гнать. Что они делают? В Англии гонят, поедем в Амстердам, в Голландию. Поехали. Приехали они и приехала часть общины, ну большую общину туда перетащили. Что дальше начинается? Они думают, ну надо же дальше жить как-то. Но все были в детстве крещеные. Джон Смит говорит, я был крещен, но я отрекаюсь от детского крещения, от всех санов, все там были диаконы, там еще с ним были священнослужители из англиканской церкви. Отрекаемся, все. Община это главный закон. Община. Община и Бог. Все. Все саны себя снимают и Джон Смит себя сам покрестил. Потом крестит Хелвиса и всю общину. Дальше что происходит? Джон Смит начинает сомневаться, а правильно ли я сделал? Это не нужно совсем. Это ТЭЛ, ДГЗ Капроса до одной. И 21 тысяч. Да дело в том, что я на одном увидел такой подвох. Послушайте, поучительный для вас нету. Вы-то все это знаете. И дело в том, что сам Джон Смит покаялся в том, что он сам крестил себя. Он покаялся в этом. Столкни, он не может ответить. Так я не договариваюсь. Не надо договаривать. Вы считаете, что это надо? Это сейчас считать. Это так понятно любому. Вы не ведущие. Это ересь. И ересь не надо раскрывать. Святые отцы запрещают. Я не говорю ересь. Я говорю ересь. Ты согласен, что это ересь? Сейчас. Зачем ты ее всю до конца разбираешь? 21 тысячи разных ересей. Тебе сказали не надо, не надо. Ты, пожалуйста, твори молитву и все. А ты уже это принял в сердце. Она у тебя будет крепче держаться, чем истина. А я не договорил. Так вот это вовремя остановили тебя. Это не надо тебе еще раз говорю. Поверь. Тебе нигде не позволит ни один из тех, кто знает истину, говорить. Игнатиш, мы вас слушаем очень много. Игорь, это чужая блевотина, и размазывать ее не надо. Ты скажи, я узнал, у них нет рукоположения. Все. Одним предложением. А то кто поехал, кто узнал, еще блеснуть, какие имена, в какой местности. Дело не в именах. Это не надо, еще раз говорю. Не надо. Покайся в этом. Ты хотел сказать в финале то, что я сказал Игнатикам? Мы больше согласились, Игнатик, ты узнал, ты узнал, что я узнал не это. Что нет, у них рукоположения. И узнал я не это. Я это знал. Остановись сейчас. Дело в следующем. Ну еще раз подчеркну. Сам Джон Смит. Игорь, остановись сейчас. Зачем вы меня затыкаете, Игнатик? Я говорю, ты не можешь остановиться, это уже признак. Это тревожный признак. Головой крутить не надо. У нас были такие, которые не соглашались. Их нет ни одного. Ни одного нет. Я тебе еще раз говорю, посмотри. Ты можешь перечислить уже нисколько, это полсотни. Это глубина ада. И говорит, я на тебя не наложу другого взыскания, что ты не знаешь глубин сатанинских. Ну? Это глубина сатанинская. Зачем туда заглядываешь? Оттуда возврата нет. Ты посчитай, аполлинаристы, какие были сектанты. Тебе говорят, остановись, а уже у тебя этой кротости нету. А почему у меня рот затыкаете? Ты не волков, это дух его. Ты тебе сейчас кайфся в этом, что ты хлебнул там. Увлекся, пошел, мы договорились, чтобы по одному не ходить. Ты пошел один. Такого беса подсадить, тебе никогда его не изгнать. И даже знать не будешь, будешь думать, что все нормально, а то, как говорится, в дурдоме ощущаешься. Я не ходил в баптистом. Не надо. Я тебя с полслова понял, что этого нет. А ты дальше идешь и идешь. У тебя опыта-то никакого нет. Таких сегодня, представим, 21 тысяча разных, и они друг с другом не согласны. Это все глубины сатанинские. Нам Бог дал святую и православную веру. Истинное рукоположение. Вот это ты и познавай. Ему сказал, он не принял, отошел, больше не разговаривай. Ты его не исправишь, он тебя заразит. Если ты один гриппозный, ты всех здоровых заразишь, но все здоровые одного гриппозного вылечить не могут в своем присутствии. Нет. Потому что там микробы греха. И вот это, то, что ты сказал, изрыгание называется, этой чужой блевотины, на которой ты уже смел под себя. Игнатьевич, я... Я занимался полста лет. На каком основании вы занимались полста лет? Я тебе на том основании говорю, что ты того парня уже путал-путал. Да я не путаю его. Я вам рассказываю историю, которую вы читали, сами книжки распространяли. Не надо это, не надо. Тебе не надо разговаривать. Даже если это она есть. Тебе не надо, я говорю. Вы изучали 50 лет, вы говорите. Я говорю, что конкретно с этими людьми встречался, и я знаю, где, в каком месте остановиться, мне не говорить. Я всех призываю к молитве. Вот представь, мы сидим за столом, 15 человек, 14 обращаются. Ты мне покажи такой пример. Все сектанты, еретики. Тут же старший пресвитер, и старший пресвитер переходит в православие, епископ их. Что тебе доказывать-то? Надо знать, вовремя тормозуют. Тормозок нету, не ходи никуда. Займайся своей душой. Я никуда не ходил, вы меня не услышали. Я услышал. Я не ходил никуда. Ты умом пошел, даже не надо телом идти. Ты разговаривал с Алексеем. Рождение баптизма. Вы меня не поняли. Не ему я читал. Я читал материал для себя, чтобы знать. Не надо знать. Не надо знать. Как не надо знать? Не надо. У них нет рукоположения. А откуда вы это узнали? Оттуда я и узнал, что возникновение их, когда ни один епископ не переходил. Кто вам это сказал? Да это все знают. Вы читали. Я прочитал так же, как и вы. Я теперь не имею права читать, а вы имеете право читать. Видишь как. Тебе сказали, у них нет рукоположения, и они при нас, когда мы сказали, они поехали в Германию из Советского Союза. В Голландии были баптисты из Советского Союза. Приехали, вернулись, там через полгода говорят, действительно нигде нет. Мы не просто говорили, мы конкретно узнавали. Желая иметь рукоположенного епископом, мы искали по всей стране. Сказали, митрополит Зиновий есть в Кавказских горах, его надо найти. И мы туда пошли искать его. Поставили людей. А он сказал, он написал, что угодно, это он пишет. У них ни один епископ не переходил. Вы утверждали, что Джон Смит сам себя рукоположил. Я не нашел этого доказательства в ваших слов. Да не надо, не рукополагал. Нету, нету. Вы говорили, он не рукоположил. Я не нашел, я нашел. Но спорить не будем, мы поделились мнением. Но все на этом конец. А я нашел другой материал. Он нашел материал, но нет рукоположения у них. Дашь, какой-то материал, ни один епископ не уходил. Ты нашел материал, ты нашел более ядреную Блевотину, которая пристела по вкусу тебе оказалась. Ну, почему Блевотина? Я историческую мере обошел. Блевотина еще раз дам еще. А вы называете? Епископа нигде нету, кроме как православия, католики, григородные, григородные, все. я тебя прошу, остановись. Не можно остановиться, это уже, это очень тревожный симптом. Читаем дальше. Римлянам 1 глава 17 стих. В нем открывается правда Божия, от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Что значит, что означает, от веры в веру? Махать не надо рукой. Как это понимать? Мы не будем свою мудрствовать, прочитаем, как говорит нам Шахилак Болгарский. Сказав, что благовестие есть во спасении, объясняет, как оно есть во спасении. Нас, говорит, спасает правда Божия, а не наша. Правда Божия, а не наша. Ибо какую можем иметь правду мы, проклятые в делах и растленные, но Бог оправдал нас не от дел, но от веры, которая должна возрастать в большую и большую веру. Ибо недостаточно того, чтобы сначала уверовать, но мы должны восходить от первоначальной веры в веру совершеннейшую, то есть в состояние неколебимое и твердое, как и апостолы сказали Господу. Умножь в нас веру. Иван я ему говорю о рукоположении. Он бы сразу привел вот эти места и доказал. Он не доказывает, он знает, что это фальшивка. И он говорит, это никакого значения не имеет. Апостол Павлу одних кто не рукополагал, его сам Христос рукоположил. Вот главный довод. Они под апостола Павла косят. А тебя апостол Павла избирал или Павел? Нет. Они никогда этими доводами не пользуются. А ты узнал, их старшие пресситера меньше тебя знают. Бородин меньше тебя знает. Сипко меньше тебя знает. Ты глаза не видал. Это хорошие настоящие христиане, баптисты. Но они баптисты. Старшие пресситера. Это роль епископов. митрополитов выполняют. И они никогда этих доводов не делают. У них один довод. Нас Христос рукоположил. Так что выкинь это из головы. Вычасти намертво и замой. А что именно? Я не понял. То, что у них есть какое-то рукоположение. Она говорит не было и нам не нужно. Я не говорил об этом. Его нет у них рукоположения. Я говорил то, что вы сейчас перечислили Маловузовская 3, Сипко. Вы именами нас сейчас закидали. И вы говорите а ты нас закидываешь именами. Я говорю они знают это то, что ты говоришь. И они на это не опираются. Вот смысл какой. Они не считают это действительные доводы. Они бы сразу вот этот козырь кинули. Я лично с ними беседую там где конференция у них сидит. Я единственный имел доступ туда. Я не говорил о рукоположении совершен. Ни один этим доводом ни разу не воспользовался. Спорта о чем? Ирнатий Тихонович меня неправильно понял. Неправильно понял меня и решил что я защищаю рукоположение. противорез защищаю о чем? Он говорит что нет рукоположения а ты опять что-то выставляешь. На рукоположении идет дело. О чем? Не об этом речь идет. Ну а спорта о чем? Просто Игнатий и меня не понял и меня замолчили. Замолчи. Ну да ты замолчи раз не понял. Ну замолчи. Самое главное как он не ведущий как он может затыкать нас? Я-то говорю они рукоположения уже 50 раз говорю брат остановись прояви терпение прояви покорность и все. Ну можешь это сделать? Ну я тебе как ведущий Маленькое знание так сильно раздувает распирает. Зачем это? При большом знании покажи мудрость в молчании. Нет и нет. Я только то хотел сказать что на истинные доводы баптисты обязательно хотя бы раз оперлись. Ни разу ни в одной встрече ни в одной литературе. И отсюда ты знаешь что это фальшивка сразу откинь. Ну нет откуда взяли-то это? Не знаю о чем спорить. Даже священники я не знаю лучше чтобы священник переходил к баптистам. Священники были. Переходят. Вот это очень так уже. Даже в мусульманство переходит. Редко. А чтобы епископы переходили к баскопу не было. Давайте вернемся к стеклу который мы читаем. В нем открывается правда Божия от веры в веру как написано праведной верою жив будет. Значит от веры к вере. То есть речь идет не о том что как батюшка нам говорил Игнатель что сегодня ты христианин завтра ты баптист завтра ты послезавтра ты пятидесятник или еще какой-то. То есть не из номинации в деминацию какую-то а укрепляться в вере. То есть каждый раз занимаясь Слово Божие оно настолько многогранное оно настолько емкое оно все всеобъемлющее поэтому им можно заниматься бесконечно и постигать эту истину потому что истина Божия она постигаема но непостижима это разные понятия постигаема да мы каждый раз постигнем какую-то крупицу этой истины а всю истину мы может быть в вечности нам только откроется а что такое ты употребил слово деноминация поясни только сразу если не объяснишь я попрошу Игоря пусть ты объясни так объясни что такое слово деноминация ты часто требуешь его в помощь себе что значит деноминация объясни одно из пониманий Библии направление ты значение слова дай что оно значит где дальше номер а я говорю я не знаю этого полкования не употребляй никогда его где отрицание а номер имя вот и делай вывод это первая отречения от христианства и другого вывода никогда не делалось здесь а под хитрость и ворует как вот знаете консенсус начинает консенсус а я говорю а что это означает он даже не знает значение слов никогда написано вера и лжовера вера и ересь не доминация а ересь не надо подмену делать гражданский брак нет такого понятия есть блуд есть прелюбодеяние общим названием называется любодеяние все гражданский брак а чего ты взял что гражданский брак это установление Божье батюшка не качай ее здесь они сейчас взлетят нам не поймать их даже они только первый раз здесь лишнего движения нельзя делать ну как на мини все большая группа работает я всю неделю хотел вам рассказать эту историю а вы меня обломили я тебе сказал не надо а я всю неделю молился за тебя я думаю отчего у меня такое сильное побуждение за тебя молиться в чем оно проявится я даже не знал это 10 раз становлюсь в день на молитве только становлюсь я поминал вообще какие а тут Игорь в чем дело ну покажется не знаю господи что не знаю в беду попал в аварий поехал куда я даже не знал этого я с тревогой подошел к одному человеку спросил как у него нормально да вроде нормально никто этого не видел хорошо что ты открылся ты уже очень много там хлебнул тебе надо уже поститься и молиться об этом без последствий это не пройдет ты сейчас скажешь а что ты я не ведущий а ты мной командуешь тебя не мяли не давили ты не знаешь где молчать я участвовал в спорах участвовал глазами двое спорят и оба не правы ох меня и подмывало в камере я сейчас скажу я знаю один из них будет мне враг сейчас оба мне нейтральная я промолчал уткнулся снова заплакал я много плакал и молился и на этой волне меня Бог вывел на 9 вале тебе сказали молчать ты сразу только губы зажал зубами придавил их Господи слава тебе меня остановит я по направлению ветра вижу это ложный ветру учения не увлекайся ими и баптиста тебе этого не научить и подыгрывать его разыгрывать тоже говорится на хохму ловить не надо я тебе таких анекдотов расскажу сегодня он рассказывает один сел в трамвае мальчишка и рядом сел ксенс католический а у них вот здесь впереди как воротничок только видел как беленький он посидел маленько говорит дядя у вас воротничок-то на обратную сторону надо чтобы впереди сходился тот здесь а у него сзади он говорит так я отец он посидел мальчик говорит у меня папа тоже отец воротничок правильно у него а у вас неправильно он говорит я отец ни одному ребенку. Мальчик посидел. А у нас тоже у папы пять сыновей, четыре дочери. А у него воротничок, правильно, впереди. А у этого так. Этот уже его стал раздражать. Он не выдержал и говорит, я отец миллионов. Мальчик испугался, сел и долго смотрел на него. Уже выходите, потом уже выходите, обернулся и говорит, но если у вас миллион отцов, тогда вам не воротничок надо задом наперед надевать, а брюки. Миллион детей. Миллион детей, да? Точно. Так что, смотри. Надо по одному слову даже определять, куда идет наклон. Часто, вот, когда в интернете, это там, в электричестве, говоришь и человек начинает. Ты стараешься по нескольким словам узнать его вероисповедание. Я за два года, этот тысячи людей прошло. Тысячи! Я ни одного не спросил, какой вера. Я их всех определю. Ну, там тонкости какие-то, не знаю. Там, на одну ступеньку глубже в ад или повыше. Какой, говорит, шрастр занимает. А они все время спрашивают, а вы сарабрятся? Или вы... Там еще кто-то. Я говорю, 2600 фотографий, 340 роликов про нас. На этой страничке. Ну, возьми, посмотри. Так нет, вы мне скажите. Ну, я тебе скажу, что я внук Брежнева. Ну, я обратился и стал апостолом Павел. Ты поверил мне? Да я могу нагородить что угодно. Вот, конкретно он снимает. И видно, кто с чем не согласен. Это же не два, не три человека видят. Я мысленно представляю, с кем разговариваю. Я на твоем месте. И мои познания на твоем месте, а твои на меня. Но я в твоей ситуации нахожусь. И кто-то мне вот так бы сказал. Я был такой. Вот, Устинов Александр Иванович спорил когда-то. Я даже не помыслил бы об этом. Не то, что... Даже, как Золотой, говорит, и в мысли не пришло бы. Как спорить? В первую очередь, разная весовая категория. А потом, что я узнал, я перепроверю тогда. А можно перепроверить? Я бы еще переспросил. Я сказал, не надо проверять. Стопроцентная гарантия, ничего там нету. Это знание юридиков. И они всегда с примесью яда. Им дано на первую ступеньку уверовать во Христа. Дальше они не идут. Не имея благодати освящающей. А почему у нас такая вот... Говорят, потому что, я говорю, на исповедь не ходите. Вот и все. Один ответ. Вот у меня тут есть Петеримова знакомая, Толя. Он ни разу на исповеди не был. И что спрашивать? Там одна самость, одна гордыня. Я думаю, мне кажется, ты вчера был против галстук, а сегодня надел. Ты мне объясни, зачем ты бреешься? Вот так. Давай, считай. А сказанное, что мы оправданы правдой Божией, подтверждает словами из пророчества Аввакума. Правильней же верой жив будет. Так как дарованное нам Богом превосходишь все мысли человеческие, то по справедливости нужна для нас вера. Ибо если бы мы начали выведывать дела Божьи, то потеряли бы все. Так что не нужно нам надмиваться своим умом человеческим, постигнуть непостижимое. Вот сегодня я начали говорить о русских. Одни за машину, другие за прицеп. И оба немало знают. Какой вывод делать? Я делаю вывод. Как проверять? Я сразу на молитву. И у меня мысль такая, никакого благовестия это не будет. Передел России может начаться с весны. Никакого благовестия уже не надо будет. Будешь только думать, как правильно до кладбища добраться. Бог усматривает что-то в этом. Мы делать будем дело свое. Но вот это даже между двумя и несходство, это тоже один из признаков русского народа. Буквально от информации дымится все везде. 2012 переломный год. Притом с разных сторон. И колдовские пророчества, и там старцев, и кого-то только не было. Но когда-то должно это быть? Ну сколько можно отодвигать? 20 лет Бог дал передышки. Опомнились? Нет, конечно, монастыри, храмы. А можем ждать что-то лучшего? Не можем. Страна самоистребляется, народ уничтожается, ничего не будет. Остатки просто подметут. Кое-кто останется обслуживать железную дорогу. Ну а вы как патриот, что тут? Я патриот небесного отечества. И схожу против воли Божьей, я не пойду. Единственное, что надо правильно приготовиться к смерти. Идти в плен, в плен. За эту жизнешку не хватать. А кто останется? А кто останется, пожалеет, будут завидовать мертвым. Вот что написано. Что цепляется за эту жизнь, я никак не пойму. Да вот молодежь, да они не жили. Да это и хорошо, что не жили. Меньше нагрешат. Ты мог не завистись даже никак. Что ты умираешь-то? Это Бог так сделал, что у тебя получила жизнь, глаза, нос, стал дышать, а это могло этого не быть. Самая плодливая птица какая есть. Сейчас смотрю, уже два яйца сидят парит. 30 градусов мороза, и она уже парит. Помните, 17 стих закончился. Глава такая. Первая глава. Первая. А дай вопросы. Все, да? Нет, сейчас вопросы еще. Давай вопросы. Потихоньку. Очень тихо иди. Можно даже не идти. Так, вы. Ко мне сектанты прилипляются. Где-то я с ними схожусь. Особенно о мощах. Я выставил такие материалы. Все мощи из антиминцев захоронить. На основании Слова Божия, святых отцов. У меня они неопровержимые материалы. Как я хисти сказал, это никто не опровергнет. А то, что вот сейчас, как они делают, костями там этим и мучаются, и все это показано, там жуткое дело смотреть. Представь, ноги отпиленные, и он их моет. Розовая вода. Куда воду девает это всем? В интернете спрашивает. Ну, куда пьют? Пьют, наверное. А может, моются. Люди-то ничего не знают. И толкают. Ну, что воду-то моют, это фотография. Стоит Корнилий, митрополит старобрядческий. И рядом два епископа. И отпиленные ноги. И специальная вода. И он делает щеткой, их отмывает там плесень, которые опять стоят. Это некропильство, самое настоящее. Это шаманство. Да кто это повелевал, чтобы пилить ноги мертвого и растаскивать? Когда четкое и ясное повеление было. Да мертвый, это же святой. Да вот к святому прикоснулось, воскрес, там, Костя и Лисия. Да лучше бы не воскресал, если такое дело. Тогда меньше этого было. Но он воскрес. Но это единственный случай был за всю мировую историю. У вас-то никто не воскрес? Да у католиков не воскрес. Чтобы к костям прикоснулся, я воскрес. Да если бы святой, к которому прикасается, воскрешал, сегодня бы всех святых завалили бы. В Барнауле сегодня 120 человек умерло. И все мертвецы притащились бы туда, чтобы забросить на этого. Ударился, чтобы у мертвеца обелисея. Не будет этого. Ничего этого нет. Это выдумка. Нет, там вопросы есть. Давай. Два вопроса интересных. Псалом 74, 11. Цитируем. Все роги нечестивых сломлю и вознесутся роги праведника. Как понять слово роги? Сила. Господь его принизит, у него силы никакой не будет, а тебя вознесет. Я вот сегодня только на молитве, вдруг мне как мосья мелькнуло. Господи, я все еще на свободе. Я на молитве и улыбаюсь, и плащу одновременно. Господи, как это страшно было мне тогда, когда прокурор сидел, такие брови, как у Брежнева. Я еще не вернулся из заключения, он уже умр. Следователь 50 сколько, один-два года умр от какого-то гайморита там, что-то у него совсем незначительное было. А я все еще толпусь и живу. Я других не знаю просто, где они остальные, я их не встречал. Вот и все. Роги. Сила в рогах. И Бог их сломил. Тебе легко его одолевать, а твое он наоборот вырастил. То есть у тебя есть сила. Когда я в Алтайской правде был, а там, ну ко мне подошли старые, которые меня знают. Ох, Игнатий Тихонович, как мы теперь оказались-то в какой яме? А вот ваша версия оказалась правильной. Вы правильно поставили на религию это. Они о Христе говорят. Я сказать, теперь власть тянет в вашу сторону. Я поставил, как вроде карточная игра. Нужная на кому меня. Я всегда знал, что есть Бог. И Бог справедлив. Все? Второй вопрос. Надо же так. Недавно в мейле стихотворение выставил. Посвящается вам, когда занятия ввели в ГТУ. И Игнатий Тихоновичу написал стихотворение от благодарных слушателей. И впереди поставил цитату из Библии. А цитата вот такая. Евреям 13.7 поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие и взирая на кончину их жизни подражайте вере их. Ну и мне сразу пишут, а что Игнатий Тихонович помер? Раз вы такой цитат упоминайте наставников ваших. А вопрос такой, чтобы подражать, неужели надо дождаться смерти? Подражать можно сразу. Павел говорит, подражайте мне, когда он был на земле, как я Христу. И всем, которые поступают по образу, которые видят, то есть всем, которые по образу, к эллипийцам пишут. А здесь поминайте, не подражайте. Речь идет о поминании уже умершего. А дальше написано, подражайте вере. Мы не говорим, что до этого они не подражали. Как они веровали? Вера должна быть четкой. Верай на кончину, как кончина закончилась. Может быть веришь, а потом может быть кораблекрушение. дальше нет ничего. Многие кораблекрушение потерпели в вере. А как это может быть? Бесстрашие. Я непобедимый, я пойду, я сейчас то, а я гляжу, больше и больше и от всего отстраняюсь даже. Даже там. И то я стараюсь не спорить. Не надо врага своего кандалить. Пошел, да, вроде бы не врачка. Матюшка уже плохо. Это он догнатный. Устал. Ну давай. Молимся. Да еще сейчас вопросы. Все, два вопроса. Еще мало вопросов, почему? Да все знают. Все знаем, как что. Евгения Дмитриевна говорит, надо идти туда, поскольку педагоги. мы тепличные растения. Ничего не соображается. Совершенно. По два человека мы бы пришли, нам бы там священники предоставили слово, по храмам говорить. Понимаешь это? Будьте, как дети, написано. Она как дитя. Это какое дитя? Это безумие. На юморин. Я знаю, это безумие, откуда я живу. С кем надо потерять? Да. 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 Блужкова здоровая. Красиво. Еще молиться, потихоньку. Не подходи. Можем, по-моему, ломишься прямо на пропалую. Так. Ну и все. Старайтесь, чтобы не... Движение тут не делается. Движение тут не делается. Святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Слава, Отцу и Сыну и Святому Духу, и на ней пресной, во веки веку вали. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые посети, и иссели немощи наше. Имеи Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава, Отцу и Сыну и Святому Духу, и на ней пресной, во веки веков. Аминь. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебя, наш Бог и Его, Ава, Отче. Слава, Вышний Богу на земле, мир в человеке, благоволение, Аллилуйя. Свят, свят, свят Господь Савау, вся земля полна славы Его, Аллилуйя. Благодарю Тебя за дарованную веру Твою святую И за святую Библию, которую Ты давний указал на толкование святых отцов Ты сделал осмысленной жизнью Наделил ее дарами Твоими Прости, что не по воле Твое было сделано Хвала Тебе, слава, счастье, поклонение Пресвятая Госпожа Богородица, Пресно Дева Мария Матерь Христа Бога нашего Спаси нас и помилуй Спаси и сохрани Господи Боже наш, хвала Тебе Аллилуйя Помилуй нас, Господи, помилуй нас Матерь Божий, поклонясь по макорам любви Твоей Защити нас от происков вражеских Научи нас пишет голос Твой Ангел Христов, Хранитель мой святой Моли Бога о мне грешнем Добрый мой ангел-хранитель, сколько лет Ты защищал душу мою Благодарю Тебя И смертный час не покинь, когда душа будет разлучаться от тела И проведи душу мою на мотарство И веди на вечное Царство Христа Бога нашего Аллилуйя Аминь Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе В разуме правителей, Господи Приготовь народ всей страны Великим испытанием и страданием За беззаконие и отступление от закона Твоего Хвала Тебе за мирное время и за войны За здоровье и за болезни Ибо это от Тебя для уручевания Людских путей Хвала Тебе, Боже наш, слава Тебе Ян Креститель, притеча Христов Моли Бога о нас Ян Креститель Благодарю за услышанную молитву Господи, научи нас жить и в бедности Имея пропитание и одежду быть довольным И каждому дару и жилье Слава Тебе, Господи, Боже наш Благослови патриарха, митрополитов и епископов Разуми, дай им духовное рождение Исполнение Духом Твоим Святым Чтобы все слышали голос Твой И поступали по совести Пробужденной в Духе Святом Аллилуйя Святителю Христову Никола Мерликийский чудотворец Образ кротости и воздержания Добрый архипастырь Моли Бога о нас Аллилуйя Господи, слава Тебе Как Ты благ, Господи Как премудро устроился в этом мире И нашу тело, и душу Это непостижимая мудрость С нами с первого дня И как мало мы это познаем Но учи слави Тебя и за непознанное За все изобретения, которые Ты позволил сделать людям Слава Тебе, Боже наш Слава Тебе Аллилуйя И ты, пророк и я, и все Нас мы все Собоя, Ларо, Киро, Абену, Иосиф, Патриарх И я, дране, мему, снял Исаия, Иеремия, Варух, Иезеки, Иеруси, Иеруси, Иеруси Да исполнит Господь Духом Пророческим Церковь Свою Другой день пришествия Той не заставла спящим и неготовым Но чтобы каждая душа вышла навстречу Тебе Со светильниками горящими И сосудами полными Илея благодати Духа Твоего Святого И добрых дел, соделанных в любви Святые ангелы, архангелы, херувимы и серафимы И все небесные силы престолу Божию предстоящие Молите Бога о нас Святые всехвальные апостолы Первый верховный Петр и Павел Святые евангелисты Матфея, Марк, Лука и Ян Молите Бога о нас Да помилуй, да спаси Господь Души рад своих, аллилуйя Святые мученики, мученицы Да Игнатий, Богоносец, Поликарм, Смирский, Устин, Философ Хасмай, Дамиан Андрей, Стратилат, Иерун, мученик Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимий, Комедийский Георгий Победоносец, Пантелеимон Сорок святых мучеников Царь Николай, Святое Царское семейство Владимир Вениамин, Иосиф Борис и Глеб Молите Бога о нас Да укрепит Господь Церковь свою Да бы никто не принял начертания зверя антифиса На правую руку и на челок Сохрани нас от этого великого Не по правилам от зла Аллилуйя Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоус Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилиев Сергий, Радонежский, Степан Пермский, Серафим, Саровский Антабульский, Анкронштадтский, Аншанхайский Кирилл, Бефодий, Иннокентий, Николай Макарий, Алтайский, Филарет И все перевозчики священного писания Молите Бога о нас Да помилуй Господь и спасет народ свой Аллилуйя Святые жены и девы Молите Бога о нас Векла первомученица, Патина, Самаренина, Феврония Вера, Надежда, Любой Матерь, София Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепитоя Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина Мария Магдалина, Мария Египетская Прескилая, Акила, Андроник Июня, Киприяна, Устина Молите Бога о нас Дарует Господь послушание, молчание, целомудрие и стыдливо стяженному делу И сохрани их от стяческого поругания Господи Боже наш, слава Тебе Приди нашу молитву и воздьяния рук, как жертву вечернюю Благоухание приятное перед присолом благодати Господи, соедини нашу молитву с молитвой всех святых Твоих Молящихся Тебе на небе и на земле А всех желающих нам блага На врагов прави милость А отступникам помоги восстать Слава Тебе, Боже наш Аллилуйя, Аминь Говори, Господи, слушай, трап твой Слава Тебе Определи, Господи, где мы должны быть И сердце епископа Леориона Поверни к нам Во благо нам Благослови патриархи Кирилла Пошли ему в разумление и благословение И правители нашей земли Дай им страх Твой Дмитрию Владимиру Чтобы они помнили, что над ними есть Ты, Царь Царствующий, Господь Господствующий Не дам уйти из жизни без покаяния Тебе слава за все Отец, Сын и Святой Дух Аминь Аминь Потихоньку Потихоньку Подходи Если они взлетят Тут тогда неприятно не будет Видишь сегодня как хорошо На стол Потихоньку Выходите Спасибо 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 Спасибо.